Как размножить замиокулькас, как быстро нарастить корни на черенке замиокулькаса и как быстро прорастить сам клубень. В этом видео затронем вопрос также о подгнивании замиокулькаса, особенно часто это происходит в осенний-зимний период. Вот сейчас такой период начинается, что с этим делать и в этом во второй части данного ролика. Всем привет друзья, с вами Сергей и добро пожаловать на канал План Хелпер. Итак, по размножению замиокулькаса мы пройдемся по основным правилам, всего их 4. Итак, первое правило, я беру совершенно любые листья и очень часто это желтеющие старые листья. По какому принципу я выбираю лист? Если лист уже такой или желтеющий, или мне пора его срезать, или он поломанный, то только в этом случае я беру его на черенки. Очень подходят и желтые листья, совершенно желтеющие, даже вот такие. И такие страшные листья, которые там обгоревшие на солнце. Посмотрите, какие клубни они дают. Шикарнейшие совершенно клубни. Поэтому, если вы хотите размножить замиокулькас, то не выбрасывайте такие, а их укореняйте. Укоренение у них просто прекрасное. Второе. В рамках этого же правила я вам покажу, как я делаю срез на черенке. Это очень-очень важный пункт. Срез необходимо делать ровным. Вам же не делают и кому-либо операции просто ножницами канцелярскими. Они как минимум тупые и ткани после них плохо зарастают. Поэтому на примере этого черенка, я его разделю надвое, я вам покажу, как должен выглядеть срез. Он должен быть максимально ровным, а секатор у вас должен быть острым. Если вы все-таки используете ножницы и ничего другого у вас нет, но как минимум отнесите их, мастеру пусть он их заточит. Срез должен быть обязательно очень ровный. Если срез прошел с замятием тканей, черенок не укоренится и укоренится плохо. И точка. Все. Плохие ножницы, забудьте о хороших корнях. Правило номер два. Я подсушиваю черенки. Сколько подсушивать? Я подсушиваю от двух до двадцати четырех часов. Иногда, если я забываю, у меня много дел, то я могу оставить их и на два, и на три дня. Ничего с ними не случается. Но если вас устрашают желтеющие листья, вот как такие меня, то они не устрашают, то тогда вариант для вас там несколько часов, ну до одного дня. Почему я подсушиваю срезы у замеокулькаса, подробно я об этом рассказывал в видео «Мой прием при размножении замеокулькаса». Ссылка в описании. Третье правило. Это вода. Вероятно, что вы неохотно пьете какую-то жесткую карбонатную воду с окисами железа, которая там ржавая и так далее. Так вот, растения ее тоже не очень-то любят. Поэтому в той воде, в которой замеокулькас наращивает вот такие вот хорошие клубни, это отфильтрованная вода. То же самое касается и других растений. Маленький черенок сенсивьеры также вот нарастил уже один корень, и это все буквально за полторы недели. Я его просто вкинул в черенок с замеокулькасом. Какая вода? Очень кратко здесь вам расскажу. PH у нее 7, и PPM, то есть уровень солей, у нее до 100. Почему до 100? Потому что излишнее количество солей затрудняет образование корней. Растения укореняются хуже. Можно ли укоренять в воде с большим количеством солей, в обычной водопроводной? Да, можно. PPM-то может быть и 600, может быть и выше. Но корней придется ждать 4-6 месяцев. Я же за 6 месяцев получаю уже пророщенные клубни, которые через примерно полгода будут выглядеть у вас вот так. Это сам черенок был посажен, а это уже лист, который отошел после того, как клубень этот пророс. Сам клубенек, вот он где находится, вот он торчит сверху. Поэтому какую воду использовать, это решать вам. Если у вас небольшое количество растений, используйте, ну хотя бы покупную бутилированную воду или ту, которую вы заказываете отфильтрованную. Правило 4. Это освещение. Такие корни на растении появляются только лишь при хорошем освещении. Да и не только на этом растении, а совершенно на любых растениях. В моем случае такие корни наросли на моем металлическом стеллаже с освещением. Очень кратко о параметрах данном ролике и подробно скажу в каком посмотреть. Лампы у меня 18 ватт, 4000,5 кельвинов и 1620 люминов. Подробно в ролике мой укоренитель, результат 100%. Здесь я останавливаться на этом не буду, ссылка в описании. Итак, переходим ко второй части данного ролика. Это почему черенки подгнивают, почему вообще растения замиокулькаса подгнивают. Сейчас у нас уже ноябрь месяц. И конечно в ноябре уже температуры довольно-таки низкие. Замиокулькасы, которые стоят например на полу, в моем случае очень большие растения, они подгнивают и это факт, это происходит буквально каждый год. Это неизбежно в моем случае. Они покрываются вот такими вот пятнами и дальше здесь идет размягчение. И такой лист, который я специально срезал, чтобы вам показать, имеет уже подгнившее полностью мягкое такое основание. Это последствия любого полива. В своем видео «Разбудите замиокулькас», чем опрыскать и полить замиокулькас, чтобы стимулировать рост цветения, я вам показывал, что поливать необходимо теплой водой. Но это лишь в случае, если есть отопление или там теплые полы. Отопление пока еще не включили, поэтому полы холодные и даже при поливе теплой водой, при минимальном замиокулькасе подгнивают. Что я делаю в таком случае? Такие листья все я снимаю, сразу же срезаю, чтобы они не заражали основной клубень. И такие листья уже даже желтеющие. Я использую на укоренении, согласно пунктов 1.4, которые я вам написал. Вот срез я такой провел. Дальше этот черенок подсохнет хотя бы несколько часов. Это все уже идет на выброс. И все. Дальше этот черенок я укореню. Что делать в случае, если у вас замиокулькас подгнивает? Первое, нужно срочно прекратить полив. Если даже ваши замиокулькасы сухие, пусть они лучше такие и стоят до наступления тепла. Если они совершенно сухие, и земля уже очень пересыхает, становится как пыль, рассыпается, значит в таком случае дренируйте почву, как я вам показывал в своем видео, делаю так каждую осень. То есть я по бокам горшка, по периметрам протыкаю металлической палкой, какой-то опорой. И вот в эти отверстия вы можете налить немножко воды. Вода при этом не попадает на клубни, она не попадает на точки роста. И такого в основном не происходит. Эта процедура очень хороша. И взята, она не мной придумана, она взята из практики выращивания плодовых деревьев в очень больших катках, в питомниках. Обычно так происходит. Вот, друзья, и совершенно все секреты, как прорастить замиокулькас, как вырастить и как нарастить уже на нем такой росток, довольно-таки крепкий. Чтобы не затягивать данный ролик, все ссылки на остальные ролики я оставил в описании. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте их, и пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Итак, друзья, спасибо вам за просмотр. Всего вам самого хорошего и лучшего. До новых встреч. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok